Из Валмеры до Рижской восточной больницы полтора часа езды. Примерно столько придется ждать пациентам-инсультникам, пока не отложка довезет их из Видзема в Ригу. Видземская больница временно закрыла отделение неврологии, в котором врачи заразились COVID-19. А ведь в случае инсульта пациенту как можно быстрее нужно оказать помощь. И счет идет на минуты. Продолжит Виктория Пушкила. Видземская больница находится в Валмере и обслуживает целый регион. Недавно тут были вынуждены временно закрыть отделение неврологии, в котором лечили пациентов с инсультом. В отделении неврологии COVID-19 заболели медики, в том числе и врачи-неврологи. В связи с этим мы больше не можем обеспечить лечение пациентам неврологии, в том числе пациентам с инсультом. Поэтому 16 декабря мы приняли решение на время, примерно на две недели, закрыть отделение неврологии. Какие трудности это доставляет медикам и главное, что это означает для самих пациентов, накануне в передаче «Точки над И» рассказала глава службы неотложной медицинской помощи. Мы должны их отвозить или в Резакне, или в Ригу. Это большой регион, это очень большие километры, которые мы должны проехать с пациентом и в трудных ситуациях. Довести в отделение неврологии пациента с инсультом нужно как можно быстрее, дорога каждая секунда. О пациентах с инсультом мы говорим, что время — это мозг. Чем короче время, за которое мы заметили признаки инсульта, и чем быстрее пациент попал в больницу, в отделение, где ему могут оказать помощь, тем выше вероятность вернуться к качественной жизни. В принципе, мы можем говорить о четырёх часах. За это время пациенту с инсультом должна быть назначена терапия, иначе он может остаться инвалидом. Решение о том, в какую больницу везти в Ригу Резакне и Лиекопилс принимает бригада неотложки. В службе отмечают, что серьёзно работают над логистикой, но нагрузка на бригады высока. Если мы посмотрим на карту Латвии, увидим, как выглядят видземы. Расстояние с той больше километров. Кроме того, это ещё и время, которое бригада должна провести в пути. Второй аспект — если бригада на время выезжает из своей зоны, то в той зоне, районе, какое-то время не будет свободной бригады. Путь, время и то, что бригада какое-то время недоступна — это главные проблемы. В день в Ригу транспортируют от двух до пяти пациентов с инсультом из видземы. Резакненская больница тоже готова принять их в любой момент. Пациентов с другими неврологическими заболеваниями видземы направляют в больницу Валуксне и другие близлежащие больницы.